Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стажировка в вашей компании была бы для меня очень полезной. Компания просто супер. Неплохо. Что вы делаете? Всё нормально? Всё хорошо. Эсрахан, Похоже, у вас большой опыт работы. Да, я люблю работать. Я много работала. Хорошо. Хорошо. Здесь говорится, что вы работали имиджмейкером Эсраханым. Не могли бы вы подробнее рассказать нам, что вы делали? Добро пожаловать! Подходите! Подходите! Мой босс сходит с ума. Ханым, не смотрите на него. Чёрный ваш цвет. А ещё он стройнит. Берите, будете выглядеть на размер меньше. Слушайте, Ханым, у вас есть дочь? Есть. Голубоглазая блондинка? Да. Так и знала. Скорее покупайте. Розово-белое. Вам будет очень к лицу. Берите. Красавица, тебе нравится? Бери, будешь носить, когда подрастёшь. Да ладно, почти даром. Мой босс сошёл с ума. Поторопитесь, пока ещё осталось. Я помогала высокопоставленным особам выбирать наряды и правильно себя преподносить. Стиль крайне важен в современном мире. Хотя иногда и кажется, что он не играет роли. Это важный социальный аспект. Можно ли узнать имена лиц, с которыми вы работали? Не могу вам этого сказать. Такое держит в тайне. Нужно соблюдать конфиденциальность. Также вы говорите, что были директором по продакт-плейсменту и рекламе. Расскажите нам о своём опыте, с какими именно продуктами вы работали. Эсраханы. Удачных покупок. Не хотите попробовать новые колбасы? Они на сто процентов сделаны в Турции. Можно мне одну. Хотите? Конечно, эти из говядины. Можете тоже взять. И вот эти попробуйте. Я работала с широким ассортиментом продукции. Узнала много о том, как правильно продавать нужные продукты нужным клиентам. Скажите, пожалуйста, почему за последнее время вы сменили так много мест работы? У вас что, проблемы с лояльностью? Эсраханы. Мы высоко ценим лояльность в нашей компании, поэтому я и спрашиваю. Мы не хотим работать с людьми, которые просто уходят, когда становится сложно. Я тоже ценю лояльность Азанбей. Но лояльность, как улица с двусторонним движением, она работает, когда в ней участвуют обе стороны. Одна сторона? Возможно, это вы так думаете. Я имею в виду, что все компании поддерживают своих сотрудников. Я считаю, что нечестно взваливать на людей непосильную работу. Особенно, если это не обсуждалось заранее. Я не понимаю, что происходит, но давайте не будем отнимать время у других кандидатов. Продолжайте, пожалуйста. У меня к вам вопросы с Араханым. Ваши дипломы слегка уступают другим кандидатам. Почему мы должны взять вас? Так и есть. Я училась не в лучшей школе, но работала столько, сколько себя помню. Иногда у меня было даже две или три работы. На каждой новой работе я знакомилась с людьми. Людьми, которые являются вашими клиентами. Я разбираюсь в этих людях гораздо лучше, чем вы все. И могу помочь вам привлечь их сюда. Я дочь торговца. Моя семья торговцы. Я выросла в этом районе. И могу сделать так, чтобы владельцы магазинов смогли воспользоваться приложением поблизости. Да, я могу это. Эсра, не грустите. Все прошло очень неплохо. Вы что, не видели, как они издевались надо мной? Вы знакомы с Азаном? Выглядело немного странно. Нет, он просто выбрал меня своей жертвой. Он вроде бы не из таких. А вы знаете Азана? То есть Азан Бея? Я нет. Откуда мне его знать? Я знаю его только из интервью, которое видел по телевизору. И все. У вас все очень хорошо вышло. Я думаю, что они вас возьмут наверняка. Надеюсь, не возьмут. Вы что-то сказали? Может, они наймут нас обоих. Не падайте духом. Все хорошо. Надеюсь, если Азан Бея не вмешается, конечно. Тогда может быть. Да. Можно два кофе, пожалуйста? Конечно. Спасибо. А можно мне, пожалуйста, без лактозы? Я в парке возле офиса. Спасибо. Делать. Мне нужна была работа. Вот я и решила попробовать. Что тебе нужно, Эсра? Нет другой работы? Мне нужна эта работа. В это что? Невозможно поверить? Не понимаю. Нет уж. Нет. Я не хочу видеть тебя. Сколько раз нужно повторять? Знаешь что? Нельзя со мной так обращаться. Я попыталась. А твои работники пусть решают, нужна я или нет. Это нечестно. Не честно? Да. Не честно. В твоем резюме сплошная ложь. Ты даже имиджмейкера туда вписала, и еще говоришь не честно. Шутишь, что ли? Да, я соврала немного, но я заслуживаю эту работу не меньше, чем другие кандидаты. Почему это? Потому что это я подала тебе идею сделать приложение. Ты подала? Да. Прости, и каким же образом ты подала идею? Помнишь, ты возился с сантехникой и никак не мог найти мастера? А мне пришла идея приложения, объединяющего рабочих в одном месте. Помнишь? Вспомнил, вспомнил. И прошлое тоже вспомнил. И снова разозлился. Все. Разговор окончен. Ты не можешь у нас работать. Не будь таким жестоким. Раньше ты таким не был. Я сказал то, что должен. Не хочу тебя видеть. Азан, ну что мне сделать? Встать на колени и умолять тебя, да? Ты этого хочешь? Неплохая идея. Встань на колени. Что? Встань на колени и умоляй. Ну же. Я жду. Ноги мне не для того, чтобы преклоняться, а чтобы гордо стоять. Я не встану на колени. Как хочешь. Ты такой странный. Хотя нет, чокнутый. Сам на колени вставай. Давай. 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 Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.